Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба вязания. И сейчас мы с вами свяжем такого малюсенького, очаровательного, новогоднего снеговичка. Прежде чем мы начнем вязать снеговичка, надо определиться с его размерами. Высота он будет совсем небольшой, мне нужен маленький, сантиметров 8, ну пускай будет 9. Высота 9, а с шириной сейчас будем смотреть. Берем метровую ленту и определяемся, какой толщины мы хотим снеговичка. Вот если он будет такой толщины, и смотрим на 9 сантиметров. Сойдет вот такой или можно потолще? Пускай будет вот такой, определили, это 16 сантиметров. То есть основание у снеговичка будет 16 сантиметров, поскольку он будет у нас состоять из трех частей. Первая часть 16. Вторая часть, можно голову сделать, а средняя часть будет, среднюю часть усредним. Так, голова. Ну вот, давайте вывернем метровую ленту и посмотрим. Ну вот такая вот, например, 10. Голова 10. То есть вторая часть и третья, голова 10. А третья, средняя, пускай будет 13. Широкая часть, уже, уже. Распределили. Теперь высота. Поскольку всего 9, но надо учесть, что вот в этих вот местах, где у нас будет стяжка снеговика, у нас идет сужение. То есть если общая длина 9, значит я должна добавить сантиметра 3 к этой длине, потому что за счет того, что я буду его стягивать, у меня длина будет уменьшаться. Поэтому общая высота снеговика получается сантиметра 2, 3, точно сантиметра добавляем. Давайте 2 сантиметра. 11 сантиметров у меня длина всего снеговика. Не буду делать увеличение, потому что мне нужен малюсенький снеговичок. Всего 11, то есть от начала до макушки 11 сантиметров. Высота головы. Голова маленькая. Получается где-то сантиметра 3, 4. Так, 3. 3 голова. Остается 9 минус 3. 3, 3. Ну, совсем малюсенькая. Так, делим. 11 минус 3 это 8, 4 и 4. Вот так вот, примерно. Теперь берем калькулятор и считаем. У меня петельная проба 2,5 петли и 4 ряда. Это в одном сантиметре, 6-ая плотность. Получается 16 умножить на 2,5, потому что это петли, 40 петель. 13 умножить на 2,5 это 32 петли. 10 на 2,5 это 25 петель. 4 на 4, 16 рядов, 16 рядов, 3 до 4, 12 рядов. Вот таким вот образом мы с вами распределяем вязание. То есть, я беру, набираю 40 петель на машинке, провязываю 16 рядов. Срезаю нить на вспомогательную нить, снимаю. Стягиваю полотно до 32, провязываю еще 16 рядов. Еще снимаю на вспомогательную нить до 25 петель и провязываю 12 рядов. Снимаю открытые петли, продев в них нить. Прямо в петли. То есть, я не буду закрывать, я продену петли и таким образом просто стяну макушку. Вот таким вот путем мы с вами вяжем снеговика. Ну, еще такой момент, если я хочу, чтобы у меня снеговик четко стоял, а не заваливался, мне нужно сделать основу. Основой будет рулик. То есть, я добавлю еще 5-6 рядов. Они завернутся в рулик и будут создавать такое достаточно плотное, хорошее основание моего снеговичка. То есть, я провязываю 20-22 ряда. Часть петель завернется, будет рулик основания, а остальное все, как мы посчитали. Сняла, набросываю нить. Здесь вы видите катушечная нитка, чтобы не создать хорошие открытые петли. И вспомогательная. 40 петель у меня было, должно стать 32. 40 минус 32, 8. 8 петель я должна убрать. 40 делю на 8, получается 5. Каждая пятая петля у меня уходит. Это простейшая математика. То есть, 4 петли в работе. На пятую иглу надеваем 2 петли. Получается, что у меня уходит 8 петель. И вот так спокойненько надеваю назад вязание. Можно опустить назад эти иглы, для того, чтобы не перепутать. Потому что, когда они стоят впереди, они мешают. И надеваем иглы назад. Вот точно таким же образом вывязываем верхушку. Все надевается назад. И на 32 иглах вывязываем среднюю часть неговика. Потом точно так же снимаем ее на брусовую нить. Рассчитываем аналогичным образом количество убираемых петель. Там 32. Должно стать 25. 32 минус 25. 7 игл. То есть, я вот таким же образом распределяю 7 игл. 25 делим на 7. У меня получится 3,5. Где-то через 3, где-то третью, четвертую иглу я должна буду убирать. То есть, выставляете вперед 25 игл и на них стягиваете полотно. Довязываете третью часть и просто продеваете рабочую нитку через открытые петли. Будем стягивать макушку после этого. Последний ряд головы, видите, что я делаю, я брала петли через одну на всех 25 иголках, просто пересадив их на соседние, для того, чтобы у меня была менее тяжелая стяжка на макушке. И провязываю ряд на более свободной плотности, на 7. Теперь я могу снять это все на петли, причем зашивать, поскольку я буду на машинке и вот этой же нитью, то снимаю петли на нить, не отрывая ее. Вот таким вот образом просто надеваю каждую петлю на иглу и снимаю. У меня получается стяжка. Эту стяжку я затяну и буду сшивать. По одной, конечно, машинке легче. Все это снимаем и смотрим, сколько у меня в итоге получается сантиметров. Надеваем бок на машинку и зашиваем. Можно зашивать руками, можно зашивать на машине, как вам больше понравится. Последние петли. Вот то, что у нас получилось. Видите, за счет того, что мы делали петли через одну, стягивать их стало гораздо-гораздо легче. Нет такого огромного-огромного узла. Теперь смотрим, сколько у меня получилось сантиметров. Вот здесь вот рулик. Вот это вот основание, о котором я говорила, очень хорошее. На нем будет хорошо стоять наш снеговик. Но этот рулик тоже идет в расчет петель. Потому что у меня были ряды, стали петли. Вот линейка. Измеряю, сколько у меня всего сантиметров получилось. Всего получилось 12,5. Значит, 12,5 были ряды. Теперь я эти ряды надеваю на машинку. Это уже петли. 12,5 умножить на 2,5. 31 петля. 30 петель. 10, 20, 30. Ну, пускай 31. Как посчитали 31, значит 31. На 31 петлю надеваем нашего снеговика. Лицом к лицу, изнанкой наружу. Видите, я провязала серые разделители. Это на том месте, где у меня шла стяжка. Для того, чтобы как бы оттенить снеговика, оттенить вот это вот место соединения. Это можно делать, можно не делать. Я сделала, мне кажется, так интереснее такое цветовое решение. Соединяем за петельный столбик, либо за протяжку, как вам больше нравится. Надеваем одну сторону. И надеваем вторую. Причем, смотрите, у меня рулик пойдет вот где-то вот так. Значит, до рулика я надеваю полотно. Смотрю этот же рулик. Давайте наденем, потом точно так же определяю, где у меня рулик. И не закрываю до конца, потому что рулик мне нужно будет перевернуть. Рулик все-таки идет на лицевую часть, и не нужно на него выводить шов. Итак, надеваю эту часть, сверху надеваю вторую часть, и просто закрываю косичкой одновременно обе части. У меня получается сшитый снеговичок. Сшили. Вот такая вот у нас получилась форма. Берем ее, набиваем. Я набиваю подушечным холофайбером. Потому что для набивки игрушек это самый лучший вариант. Все, набили нашего снеговика. Вот он такой плотный, видите? Меньше, больше, больше. Вот наш рулик, который прекрасно дает возможность ему стоять. Никакая другая форма так просто аккуратно, красиво не будет оформлена снизу, и не даст ему возможности стоять. Теперь начинаю формировать сами снежки. Со спины, можно со спины, да, берем и простегиваем по середине. Иголкой. И стягивайте так, как вам нужно, чтобы голова была головой. Снежок. Снежки должны разделяться. Вот, разделяем снежки. Можно пару раз замотать, чтобы зафиксировать. Завязать. Нитки прячем внутрь снеговика. Подправлю. Потому что сейчас он попытается. Ну, голову можно будет подпихнуть. Потом, если вы чувствуете, что не хватает, немножко подпихните внутрь. Ручкой, карандашом, чем-нибудь таким. Потому что там уже все очень туго затянуто. Подпихивайте туда синтепон. Или халапайбер, у кого что. Так, теперь берем вторую часть. То же самое делаем со второй частью. Делаем вторую перетяжку. И нам останется только оформить голову. Оформлять будем цветными нитками. Обязательно рыжая морковка в качестве носа. И все остальное это черные веточки. Потому что снеговика, как правило, угольками глазки. И веточками ручки делают. Поэтому берем черную пряжу. После того, как закончили стяжку. Вот наш снеговичок уже формируется. Вот так вот он и будет стоять. Заканчиваем стяжку. И берем черные нитки. Рисуем ему глазки. Ротик. И все остальное будем вязать из жгутиков. Так, сейчас прошиваю, чтобы загладить стяжку. Обматываю и завязываю. Все. Снеговичок готов. Не сам снеговичок, а, конечно, его фигурка. Вот. Немножко еще приплюснем. Приплюснуть. И вот в таком виде у нас получается совершенно очаровательный снеговик. Гладкие снежки. Осталось только оформить лицо и ручки. Волосы снеговичку делаем из кусочков черной нитки. Отрезала такой небольшой, недлинный кусочек нитки. Склаживаю пополам. Выбираю место, где делаю ему шевелюру. Достаточно буквально петельку захватить. Продеваю так вот пополам. Как сложила, так пополам уберу. По серединке. И в образовавшуюся петлю продеваю все. То есть я делаю обычные кисти. Так делают кисти, так мы делаем волосы для снеговика. Все это подправили. Волосы дыбом. И подрезаем лишнее. Потому что все нитки разной длины, с петлями. В общем, нам это не надо, подрезайте лишнее. Но так, чтобы они все равно были длины разной. И создавали такую некую хаотичность на голове. В принципе, подрезать можно и потом. Теперь глазки. Точно так же берем. Делаем большие-большие узелочки. Навязываю узлы. Такие широкие. Большие. Это глаз. Вот глаз один уголек. Подшиваем через иглу или крючком. Так, вот здесь у меня спинка. Значит, глазик будет где-то вот тут. Можно вывести волосы и там завязать. Кстати, так будет, наверное, правильнее. Такая еще и волосина будет. Ой, не все вылезло. Так. Так, сделали две веревочки с узелками. Берем напротив спинки. Через макушку. Определяем один глазик. У меня вот тут будет нитка. Вытягиваю на макушку. Так, и второй глазик через эту же макушку, чтобы рядышком было. Второй глазик определяю вот тут. Смотрю, что туда симметрично. Вторую нитку туда же. И на макушке их завязываю, то еще две дополнительные волосинки нашему снеговику. В шевелюру. Вот глазки. Глазки. Угольки. Завяжу на затылке так, чтобы нитки не вылезали. И подровняю эти ниточки вместе с остальными в качестве волосинок. Глазки. Теперь точно так же ротик. Ротик. Тоже крошечный ротик. Вот все как обычно, когда мы делаем снеговичка. Вот ротик. И сейчас будем делать нос. Нос провяжем на машинке. Беру две иголки. Рыжую нитку. И делаю рулик. Поскольку у меня снеговичок крошечный, рулик будет крошечный. Несколько рядочков буквально надо. Четыре ряда более чем достаточно. Ну тут у меня очень рыхлый получился. Сейчас поплотнее. То же самое, но поплотнее. Потому что вот такой рыхлый рулик получился. Ну собственно вот она морковочка, которую мы вшиваем в нашего снеговика. Только плотность надо плотнее, чем основное вязание. Основное шесть. Сейчас делаю четыре. Теперь должно быть очень хорошо. Четыре. Раз, два, три, четыре. Вот теперь отличный рулик. Его и пришиваю к нашему снеговичку. Точно так же можно сделать ручки, а можно скрутить их из ниточек. Ну вот смотрю, если будут такие же ручки, в принципе можно и такой же толщины ручки сделать. Точно так же только из черного рулика. Видите? И все, вот наша морковка, которую мы пришиваем к снеговику. Точно так же делаю ручки. Такие же вот рулики, только подлиннее из черного. Пришиваем к нашему снеговичку и, собственно, он на этом готов. Так, все, что мы сделали. Пришили морковку просто узелком. Вывела нитки на затылок и отрезала лишнее. Ручки. Ручки связаны, рулики. Взяла, продела каждую ручку насквозь через все тело. Вот ниточка от этой ручки и вот ниточка от противоположной ручки. И здесь вот узелком привязала каждую противоположную ручку, связала с ручкой с другой стороны и самим снеговиком. Теперь я спокойно могу убрать эти нитки. Они уже отрезать не буду. Я их просто уберу внутрь, чтобы они, ой, случайно не оторвались. Собственно, наш снеговичок уже готов. Вот так он будет выглядеть. Осталось его расправить. Если есть желание, то есть этот снеговичок у нас предназначается для привязывания его на макушку шапки. Поэтому он такой крошечный. Либо мы можем подвесить его на елочку. Но в таком случае нам надо будет сделать донышко. Для этого достаточно связать, если не кружочек, то хотя бы квадратик. Небольшой квадратик вяжете, закрываете донышко, подогнув вот так вот краешки туда внутрь. Аккуратненько подшиваете, само собой аккуратно, загнув все края. И ваш снеговичок будет иметь донышко. Будет стоять под елочкой. Либо стоять на шапочке. Либо у вас просто на столе, как сувенир. Так, я еще не отрезала лишнее. Здесь вот у него с головы полное безобразие у нас на голове снеговика. Нужно отрезать все петли. Они должны быть разрезаны. Иначе некрасиво получается. Ну и подровнять такое где. Чтобы все-таки он имел вот такую лохматую у нас голову. Все. На этом наш снеговик абсолютно готов. Субтитры сделал DimaTorzok